Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем совместную пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии. Добрый день, дамы и господа. Мы провели очень содержательные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адалем Аль-Джубейром. Мы рассмотрели состояние наших отношений, прежде всего в русле тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках контактов на высшем уровне. Мы позитивно оценили состояние нашего политического диалога, межпарламентских связей, взаимодействия в энергетической сфере, в области мирного атома, реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, а также инвестиционные взаимодействия. Значительное внимание мы уделили региональной и международной проблематике, прежде всего в контексте тех проблем, которые сегодня обостряются на Ближнем Востоке и на Севере Африки. У нас единая оценка в том, что касается угрозы, которые представляет собой международный терроризм, в первую очередь так называемое исламское государство, которое напрямую угрожает безопасности стран региона и безопасности, в частности, Саудовской Аравии и Российской Федерации. Мы констатировали, что у наших стран есть значительные возможности позитивно влиять на усилия международного сообщества по урегулированию различных кризисных ситуаций в регионе, включая Сирийский кризис, Йеменскую ситуацию и ряд других. Мы также выступаем с общих позиций в том, что касается скорейшего преодоления застоев в Палестино-израильском урегулировании и продвижения к урегулированию ситуации на основе двух государственного принципа и на других принципах, которые закреплены в международном праве, включая арабскую мирную инициативу, которую 15 лет назад выдянул покойный король Саудовской Аравии. Мы также подтвердили важное и возрастающее значение стратегического диалога между Российской Федерацией и Советом Сотрудничества Арабских Государств Залива. И обменялись мнениями о тех мероприятиях в рамках этого стратегического диалога, который планируется в этом году. Мы выразили нашим саудовским друзьям признательность за неизменное внимание, которое власти Саудовской Аравии уделяют российским паломникам в период начинающегося очень скоро хаджа. Мы в целом удовлетворены итогами переговоров, которые подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему развитию российско-саудовских связей на благо наших народов и в интересах стабильности на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Мы внести вас к нам смертельного сотрудничества об этом. Мы предоставим нашим проживание. Вы определились от Российской Федерации и Российской Федерации. Мы доверёмся во всех странах. У нас достатчик в России со саудове с твоей российской Федерацией. Продолжение следует до стратегии о том, что у нас действительно в峙ете на Севере. Спасибо. 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 Вот принципы, которые мы развиваем в отношениях между нашими два странами. И хотели бы, что ибо этими принципами руководствовались все остальные страны. Такова правная точка наших отношений. Как говорили, мы обсудили также ближневосточное регулирование. Очень важно добиться справедливого и всеобъемлющего решения на основании резолюции без ООН и арабской мирной инициативы. Мы обсудили необходимость сохранения единства этой страны, необходимость достижения политического решения, чтобы вывести страну из кризиса. Это решение должно опираться на Женеву-1 и на резолюцию без ООН-2254. Также при обсуждении Йемена мы согласились с необходимостью урегулирования на основе резолюции без ООН-226, на основании итогов национального йеменского диалога, а также на основании инициативы стран залива. Мы поддерживаем усилия спецпосланника Исмаила Ульт-Шейх Ахмеда. И здесь мы рассчитываем на вклад России и других стран в том, что касается достижения политического регулирования. Также мы обсудили сотрудничество между двумя странами в области борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также шаги, с помощью которых можно было бы укрепить подобное сотрудничество на благо безопасности граждан России и Саудовской Аравии. Спасибо за субтитры Алексею Ульт-Шейху. Мы надеемся, что они и дальше будут продолжаться и интенсифицироваться на благо интересов наших стран. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам телевидения Саудской Аравии и новости. Субтитры Алексею Ульт-Шейху. Спасибо. Вопрос с обоим министрам. В контексте обмена визитами между официальными лицами Саудовской Аравии и России. Рассчитывают ли стороны на какие-то новые моменты в плодотворном сотрудничестве по Сирии и ожидается ли в ближайшее время организация визита короля Саудовской Аравии в Москву? Спасибо за субтитры Алексею Ульт-Шейху. Спасибо. 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 Саудовская Аравия. Мухаммад бин Сальман несколько раз посещал Россию, последний раз в прошлом году. Многие министры посещают, саудовские министры посещают Россию. То же самое касается российских официальных лиц. Совсем недавно с визитом была председатель Сайта Федерации Валентина Матвиенко. То есть общение продолжается, оно идет также и по линии бизнес-кругов, по линии военных и в Саудовской Аравии, и в России. Таким образом, можно сказать, что уровень и интенсивность этих контактов являются хорошими и подходящими для нас. Разумеется, мы поддерживаем любые контакты, любую координацию на благо укрепления наших отношений. Что касается Сирии, то мы исходим из того, что обе наши страны являются членами МГПС, которые собираются в Вене. Мы координируем свои позиции по Сирии там. Итогом этой координации с Россией, Соединенными Штатами и с другими членами этой группы стало принятие резолюции 2254. Мы продолжаем общение с нашими российскими друзьями с тем, чтобы выработать мирное решение сирийского кризиса. Что касается визита короля, то было направлено приглашение, это приглашение было принято. И сейчас речь идет о обсуждении сроков, подходящих для обеих сторон для этого визита. Я, в свою очередь, полностью разделяю эти оценки российско-саудовских отношений, которые за последние годы на подъеме. И у нас гораздо более амбициозные планы. Активизируют свою работу межправительственные комиссии. Сопредседатели встречались в декабре прошлого года в Москве. И наметили планы подготовки пленарного заседания где-то осенью этого года. Есть планы и по сотрудничеству. Есть планы и по сотрудничеству в декабре прошлого года в Москве. И есть планы, и по сотрудничеству, в том числе в энергетику, сельское хозяйство. Есть планы и по сотрудничеству в сфере атомной энергии. И в работе находятся 12 проектов межправительственных соглашений. которые, безусловно, продвинут наши связи на качестве новый уровень. В ходе недавнего визита в Эр-Рияд председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, она была принята его величеством королем Саудовской Аравии, который подтвердил свое желание использовать имеющуюся у него приглашение президента Путина посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. Как я уже сказал, мы очень ценим внимательные отношения властей Саудовской Аравии к российским паломникам. Сегодня наши партнеры любезно согласились принять дополнительные шаги, чтобы сделать их пребывание и проезд в Саудовскую Аравию и обратно в Россию еще более комфортно. И сегодня мы с вами поговорим о связи по линии российских регионов. Руководители Татарстана, Ингушетии, Чеченской Республики за последние месяцы посетили Саудовскую Аравию и были приняты представителями Саудовского руководства. Я полностью согласен с тем, что мой коллега и друг сказал в отношении сирийского регулирования, и Россия, и Саудовская Аравия являются приверженцами решений, которые принимались в рамках международной группы поддержки Сирии и решений, принятых в Сайте Безопасности, включая резолюцию 2254. Телеканал РТ. Анат Руссельев. Как вы знаете? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что касается РПБД, то здесь Саудовская Аравия проводит работу с оппозицией для того, чтобы добиться этого соглашения, для того, чтобы начать ввозить гуманитарную помощь. Это все делается для начала политического процесса на основе Женевы-1 и резолюции 2254. К сожалению, ранее имели место нарушения по вине сирийских войск. Это не приводило к успехам режима прекращения боевых действий. Однако сейчас мы надеемся, что с помощью очередного раунда астанинских переговоров удастся прийти к серьезному устойчивому РПБД, который сделает возможным ввоз доступ к гуманитарной помощи и продолжение политического процесса в Женеве. Что касается участия Саудовской Аравии в Астане, то, как известно, астанинский процесс концентрируется на механизме стяжения РПБД и контроле за его соблюдением. То есть здесь речь идет по большей части о переговорах технического характера между оппозицией и представителями правительства Сирии. Саудовская Аравия не хотела бы расширять число участников этого процесса, так как это может привести к снижению его эффективности. И участники этого процесса перестанут концентрироваться на важных вещах. Если Саудовская Аравия может сыграть какую-то роль в укреплении этого процесса, разумеется, мы изучим эти возможности. Однако сейчас нам кажется, что астанинский процесс идет в хорошем темпе, в хорошем режиме. Очень важно, чтобы мы двигались в сторону переговоров в женевском формате, чтобы они продолжались на серьезной основе, с тем, чтобы вывести Сирию из текущего кризиса. В этом смысле, так же, что касается того, что сказал господин министр Лавров, действительно, Саудовская Аравия участвовала в создании резолюции 2254, в которой, помимо прочего, говорится о создании переходного управляющего органа со всеми полномочиями, говорится там о новой конституции, о создании нового будущего Сирии, в которой, как нам кажется, Башару Асаду нет места, и он не может играть никакую роль, потому что он несет огромную ответственность за то, что произошло в Сирии. Я имею в виду гибель около 500 тысяч сирийцев и то, что 12 миллионов сирийцев стали беженцами. Именно из-за этого, как нам кажется, у Асада не может быть роли в будущем Сирии. Пожалуйста, телеканал Аль-Арабия. Анат Аль-Арабия. Мой вопрос к вам, министрам. Звучит обвинение в адрес иранских войск, боевики Хизбулла в Сирии, о том, что они выполняют план по изменению демографии многих городов в Сирии, а пак и нацизм тоже. И был обсужден вывод иранских войск и боевиков Хизбулла в Сирии, и до сих пор ситуация сохраняется. Как выясни, выявлены нацизм? Иранские войскаat, боевики Хизбулла в Сирии, и какие еще я купил, по вашему может быть ремонт? По-звольте, я передвожу вопрос к премии Министр. Я только соль. Суали муага, что есть и метод по духу кино, иран страну, иранского вооружения Хизбулла. Их не способны помнить и с сомнения статистики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok И здесь вопрос Как Саудовская Аравия Может ли Саудовская Аравия Поддержать подобную позицию Особенно с учетом того Что есть заявления о том Что Которые идут в разрез с принципом Презупствия невиновности В адрес Дамаска Заявления о том Что нужно сначала наказать Дамаск Прежде чем ждать итогов расследования Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... فيما حصل في سوريا بالنسبة لإستخدام الأسلح الكيموية نحن نؤيد ذلك الأمور التقنية ربما توجه سؤال هذا لشخص تقني لكن من ناحية المبدأ نحن نؤيد أي شيء أي تحقيقات وأعتقد أن معظم دول العالم تؤيد هذا الاتجاه نحن القلق من وراء استخدام الأسلح الكيموية أن النظام السوري وقع على اتفاقية في 2013 لإبعاد جميع الأسلح الكيموية من الأراضي السورية وما حدث يعتبر انتهاك كبير لهذه الاتفاقية ويجب أن يدفع النظام السوري ثم نعتقد أن التحركات الأمريكية في استخدام الصواريخ ضد القاعدة التي تم استخدام السلاح النووي منها كان متوازن فيما يتعلق بمعاقبة سوريا والآن المسؤولية على النظام السوري أن يثبت أن لا يوجد لديه أي أسلح الكيموية لأنه لجمع في المجتمع الدولي أن استخدام هذا السلاح جمعاً قبل النظام وأن هذا يخالف الاتفاقية الدولية ويخالف ذات الاتفاقية الذي أبرمها النظام السوري في عام 2013 ويتثبت لا يوجد لديه مصد للتعامل حالي وإثبات أقوم مع افترق لعرفة أجهت سوريا لا يوجد شيء على لا تستخدم اتنقى تبع هذه الزوج سوريا قبل واتقوق محل العظيم Должна стать основой урегулирования. Что касается расследования использования химоружия в Сирии, то мы, разумеется, поддерживаем подобное расследование. Технические вопросы, конечно же, должны быть отрисованы техническим специалистам, но я со своей стороны могу сказать, что мы поддерживаем любое подобное расследование и такова позиция большинства членов международного сообщества. — Проблема в том, что химическое оружие было применено после того, как сирийская правительство в 2014 году подписало соответствующее соглашение об уничтожении своего химарсенала. Таким образом, применение химоружия сейчас стало серьезным нарушением, за которое сирийское правительство должно понести наказание. И в этом смысле то, на что пошли Соединенные Штаты Америки, я имею в виду ракетный удар по сирийскому аэродрому, с которого вылетали самолеты, применившие химоружие, мы считаем, что это сбалансированный шаг для того, чтобы наказать сирийские власти, потому что именно сирийские власти, соответствующие соглашениям, после того, как они уничтожили химоружие, должны нести ответственность перед международным сообществом за любое применение подобного химоружия. – Что касается усилий по сообществу, созданию механизма для проведения полномасштабного расследования, то здесь мы выслушали разъяснение моего коллеги и друга Сергея Лаврова, и мы надеемся, что заинтересованным странам удастся сформировать подобный механизм для проведения расследования. – Я согласен с той частью заявления Аделя Джубейра, в которой говорится о поддержке полноценного расследования с тем, чтобы установить автора преступления до того, как будет определённо наказание. – Мы, как вы знаете, предложили соответствующий проект решения в Организации по запрещению химического оружия, который призывал к проведению расследования в строгом соответствии с мандатом действующей предорганизации миссии по установлению фактов. – И этот мандат предусматривает обеспечение широкого географического представительства в составе экспертов, которые работают в рамках этой миссии. – Я уже имел возможность упоминать, что у нас вызывает большой вопрос то обстоятельство, что два подразделения этой миссии по установлению фактов, и всего два, и вот оба возглавляются подданными британской короны. – И это, в общем-то, расходится с тем принципом, который я упомянул, который заключён в мандате этой миссии. – И в прошлом я уже тоже проводил факты, которые показывают, что когда идёт речь о подозрениях в адрес применения химических веществ оппозиции, эта миссия тянет с расследованием многие месяцы, а когда идёт речь об обвинениях правительства, они гораздо более шустро себя ведут. – Нас пытались обвинить в том, что, выдвигая проект решения о необходимости, объективно, беспристрастного и транспарентного расследования, мы как бы отходим от своей собственной позиции, когда мы голосовали за создание вот этой миссии по установлению фактов. Но мы голосовали за механизм, который будет сбалансированным, а не за механизм, который будет возглавляться двумя британцами. При всём уважении к их профессиональным качествам. – Сейчас мы возглавляем эту миссию, о том, что мы решили, как мы решили, этот решение о том, что мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили, Но наши западные партнеры, как вы знаете, этот проект решения заблокировали, заявив, что ничего дополнительно делать не надо. Нам сказали доверительно о том, что у наших американских коллег есть неопровержимые данные чуть ли не о поименном списке тех сирийских официальных лиц, военных, кто принимал решения о применении химического оружия и все другие факты, которые касаются инцидента 4 апреля. Но, естественно, этими фактами с нами делиться не могут по соображениям секретности, конфиденциальности. Но мы не можем действовать по принципу, который герой Шварценеггера обозначил словами «траст ми». Мы предпочтем принцип, который Рональд Рейган сформулировал, который также требует доверять, но проверять. Рональд Рейган сформулировал, который говорит о том, что здесь нет никаких проблем, и сказал нам, на самом деле не ромный, Американ, это правильная, и даже каима для осмотра, которые были учреждены в использовании кимауи, и также другие события, в частности, 4 апреля. Но не может для Горб или Американ, чтобы выяснить эти события, потому что она серьезная. В свою очередь, официальные представители Лондона и Парижа заявляют о том, что, опять-таки, ничего не надо больше делать, никаких решений не надо принимать, потому что, оказывается, уже взяты пробы на месте инцидента, и эти пробы уже анализируются, и скоро будут представлены результаты. У меня возникает вопрос, почему, если об этом знают в Великобритании и во Франции, почему об этом другие члены международного сообщества не в курсе? И так же, мы сомняты в текстуре, которые в Лондон и Парижа, что не требуются в каких-то акции и дефицитах, потому что, в том числе, он отнимает их в месте, и теперь начинает администрироваться в Великобритании, и будет дальше начать с теми, что, и здесь вопрос, почему об этом знают в инциденте, Мы задавали не раз и вслух, и в контактах приватных вопрос о том, кто брал эти пробы, когда, в каком конкретно районе, как была обеспечена доставка этих проб в соответствующую лабораторию, таким образом, чтобы исключить возможность манипулирования с ними, что за лаборатория имеется в виду, сертифицирована ли она организацией по запрещению химического оружия и многие другие детали. Мы адресовали их, конечно же, руководителю технического секретариата организации по запрещению химического оружия. Никакого ответа мы пока не получили, равно как не получили соответствующих ответов от англичан и французов, которые выступали с утверждениями, что все в порядке и не надо ни о чем беспокоиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Утверждение о том, что невозможно направить группу экспертов в район применения химического вещества по соображениям безопасности, и это якобы опирается на оценки соответствующего департамента ООН. Мы не поленились проверить эти утверждения, они оказались лживыми. Соответствующий департамент секретариата ООН изложил нам позицию, которая означает, что препятствий для организации поездок инспекторов и в район применения химического вещества в Ханшейхуне, и на соответствующий аэродром, откуда якобы взлетали самолеты с химическими боеприпасами, препятствий не существует. Утверждение о том, что сирийское правительство уже официально гарантировало безопасность для тех, кто приедет на аэродром. Для того, чтобы там провести инспекцию. И для того, чтобы предоставить правительство, которые предоставили все, кто приступил в каиде, в Каиде, в Каиде. То есть и в Лондоне, и в Париже знают людей, которые могут посещать Ханшейхун. Поэтому и здесь, наверное, можно вопрос безопасности решить. Тем более, что лидер высшего комитета по переговорам Рияд Хиджаб, хорошо нам известный оппозиционер, сразу же после инцидента 4 апреля, публично заявил, что он и вся его структура готовы поддержать независимое расследование с выездом на место. И это значит, что Лондон и Париже знают людей, которые могут посещать Ханшейхун. Я уже сказал, что мы знаем о позиции Саудовской Аравии, о тех подозрениях, обвинениях, которые в Рияде испытывают в адрес Дамаска, в том, что касается инцидентов с применением химических веществ. Но то, что сейчас Адель Джубер подтвердил поддержку объективного расследования, полностью совпадает с нашим подходом. Благодарим за внимание. Пресс-конференция огончена. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем совместную пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии. Добрый день, дамы и господа. Мы провели очень содержательные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адельем Аль-Джубер. Мы рассмотрели состояние наших отношений, прежде всего, в русле тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках контактов на высшем уровне. Мы позитивно оценили состояние нашего политического диалога, межпарламентских связей, взаимодействия в энергетической сфере, в области мирного атома, реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, а также инвестиционные взаимодействия. Значительное внимание мы уделили региональной и международной проблематике, прежде всего, в контексте тех проблем, которые сегодня обостряются на Ближнем Востоке и на Севере Африки. У нас единая оценка в том, что касается угрозы, которую представляет собой международный терроризм, в первую очередь, так называемое исламское государство, которое напрямую угрожает безопасности стран региона и безопасности, в частности, Саудовской Аравии и Российской Федерации. Мы констатировали, что у наших стран есть значительные возможности позитивно влиять на усилия международного сообщества по урегулированию различных кризисных ситуаций в регионе, включая Сирийский кризис, Йеменскую ситуацию и ряд других. Мы также выступаем с общих позиций. В том, что касается скорейшего преодоления застоев в Палестино-Израильском урегулировании и продвижения к урегулированию ситуации на основе двухгосударственного принципа и на других принципах, которые закреплены в международном праве, включая арабскую мирную инициативу, которую 15 лет назад выдинул покойный король Саудовской Аравии. Мы также подтвердили важное и возрастающее значение стратегического диалога между Российской Федерацией и Советом Сотрудничества Арабских Государств Залива и обменялись мнениями о тех мероприятиях в рамках этого стратегического диалога, который планируется в этом году. Мы выразили нашим саудовским друзьям признательность за неизменное внимание, которое власти Саудовской Аравии уделяют российским паломникам в период начинающегося очень скоро хаджа. Мы в целом удовлетворены итогами переговоров, которые подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему развитию российско-саудовских связей на благо наших народов и в интересах стабильности на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Мы междуна darum novamente мы благодарны насоси Муртанов, которая помнится упределен Earстч разговоров за непосредственные шrans frontline револилителями ですね, и для государства описатьсяmy auch кsnaFE в направлении российских библиотариев и на обhetленной системе организов. У нас please Molectно, и отрtitем Уnia. Гослава России с демокроват problemas, и отритемme ravисд trazирении в стат Rhdah sie отнеентов. Сынта viene Johnson в борис Noct passed. в соревновının земле, подрly anschов ethics кwegению от правила Сจ elaевича. Спасибо. Спасибо, господин министру, за гостеприимство и радушный приём. Очень рады находиться второй раз в Москве для того, чтобы активизировать наши политические консультации. Для нас отношения с Россией очень важны. Мы высоко ценим роль России в поддержку палестинской проблемы. Мы считаем вашу страну важным элементом региональной безопасности и стабильности. Хотим и далее работать вместе с вами по всем областям, которые уже затронул господин министр. Я не хочу повторяться. Хочу лишь отметить только, что отношения с Россией являются крепкими и строятся на прочном фундаменте. Мы также стремимся укреплять и развивать отношения с вашей страной во всех областях. Что касается развития наших отношений За два последних года, то здесь мы достигли большого количества успехов. Особенно это касается укрепления сотрудничества в области инвестиций, в торговле. Отмечаю также обмены визитами наших бизнес-кругов и сотрудничество и координацию на рынках нефти. А также многие другие отрасли. Мы рассчитываем и далее развивать это стратегическое сотрудничество. Звучит обвинение в адрес иранских войск боевиков Hezbollah в Сирии о том, что они выполняют план по изменению демографии многих городов в Сирии. По геноцизм тоже. И был обсужден вывод иранских войск и боевиков Hezbollah в Сирии. И до сих пор ситуация сохраняется. Как вы оцениваете все-таки иранский роль и роль боевиков Hezbollah в Сирии? И какие шаги, по-вашему, можно принять? Позвольте, я перевожу вопрос господину министру. Я просто вопрос, что я могу сказать, что у меня есть ураги в Сирии в Сирии в Сирии. Их ураги в Сирии в Сирии. Как вы получите этот демографию в Сирии? И какие они уделяются для того, чтобы получить в Сирии в Сирии? Спасибо. 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 Приходится принимать решения, которые не являются идеальными с точки зрения сохранения каких-то принципов урегулирования. Но мы убеждены, что для спасения жизни людей на временной основе такие меры являются полезными. Это доказал опыт освобождения Восточного Алеппо. И те методы, которые тогда применялись, помогли спасти много жизней. К сожалению, мы сейчас не видим учета этого опыта в попытке взять Масул в Ираке. И в связи с тем, что в оборудовании Восточного Алеппо и оборудования, которую мы видим, в последнее время, в оборудовании Восточного Алеппо и оборудования. Что касается присутствия Ирана, Хизбаллы в Сирии. Как вы знаете, мы не считаем Хизбаллу террористической организацией. Исходим из того, что и те, и другие, как и воздушно-космические силы России, находятся в Сирии по приглашению легитимного правительства. Но, и мы знаем, конечно же, о позиции Саудовской Аравии. И ясно, что наши подходы не совпадают, мягко говоря. Но, тем не менее, мы едины в том, что для урегулирования кризиса необходимо участие всех без исключения сирийских сторон и всех без исключения внешних игроков, которые на эти стороны оказывают влияние. За исключением, конечно же, террористической организации, признанных в качестве таковых Советов Безопасности ООН, имею в виду ИГИЛ и Джабхат Ан-Нуср. Исходим из того, что Россия и Саудия находятся в том, что для урегулирования кризису Саудовской Азме. Как и Россия, как и Саудовская Аравия, Иран является участником международной группы поддержки Сирии. Иран заявил о своей приверженности резолюции 2254. И в рамках процесса Астаны Иран, наряду с Турцией и Россией, является одним из трех гарантов соблюдения режима прекращения огня, что имеет важнейшее значение на нынешнем этапе. И это является общей позицией России и Саудовской Аравии. Иран, наряду с Турцией и Саудовской Азме, является участником международной группы поддержки Саудовской Азме. Иран сáудовской Азме. Иран саудовская Азме и cautionên當然тирован мудростьkeиттов основного урегулирующего качества и отправки под безопасными стихонами и стихотвор SUА嚣 leichtение открывается недостав Ant naive Россия. Иации curricательноratic атмосферы принады любят блага с держать houses для убитки. Ж activist трехillement ценного центра с древ端ей в линиианты над вирус Gianстане, Спасибо. Действительно, мы обсудили также Ближневосточное регулирование. Очень важно добиться справедливого и всеобъемлющего решения на основании резолюции без ООН и арабской мирной инициативы. Что касается Сирии, то мы обсудили необходимость сохранения единства этой страны, необходимость достижения политического решения, чтобы вывести страну из кризиса. Это решение должно опираться на Женеву-1 и на резолюцию без ООН 2254. Также при обсуждении Йемена мы согласились с необходимостью урегулирования на основе резолюции с ООН 2216, на основании итогов национального йеменского диалога, а также на основании инициативы стран залива. Мы поддерживаем усилия спецпосланника ООН Исмаила Ульт-Шейх Ахмеда. И здесь мы рассчитываем на вклад России и других стран в том, что касается достижения политического регулирования. Также мы обсудили сотрудничество между двумя странами в области борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также шаги, с помощью которых можно было бы укрепить подобное сотрудничество на благо безопасности граждан России и Саудовской Аравии. Спасибо за субтитры Алексею Ульт-Шейху. Мы надеемся, что они и дальше будут продолжаться и интенсифицироваться на благо интересов наших стран. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам телевидения Саудской Аравии новости. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам телевидения Саудской Аравии новости. Спасибо за субтитры Алексею Ульт-Шейху. Спасибо за субтитры Алексею Ульт-Шейху. Спасибо за субтитры Алексею Ульт-Шейху. 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 Таким образом, можно сказать, что уровень и интенсивность этих контактов являются хорошими и подходящими для нас. Разумеется, мы поддерживаем любые контакты, любую координацию на благо укрепления наших отношений. Что касается Сирии, то мы исходим из того, что обе наши страны являются членами МГПС, которая собирается в Вене. Мы координируем свои позиции по Сирии там. Итогом этой координации с Россией, Соединенными Штатами и с другими членами этой группы стало принятие резолюции 2254. Мы продолжаем общение с нашими российскими друзьями с тем, чтобы выработать мирное решение сирийского кризиса. Что касается визита короля, то было направлено приглашение. Это приглашение было принято. И сейчас речь идет о обсуждении сроков, подходящих для обеих сторон для этого визита. Я, в свою очередь, полностью разделяю эти оценки российско-саудовских отношений, которые за последние годы на подъеме. И у нас гораздо более амбициозные планы. Активизируют свою работу межправительственные комиссии. Соп-председатели встречались в декабре прошлого года в Москве. И наметили планы подготовки пленарного заседания где-то осенью этого года. Есть планы и по сотрудничеству, которые за последние годы на сфере инвестиций. И в том числе в энергетику, сельское хозяйство. Есть планы и по сотрудничеству в сфере атомной энергии. И в работе находятся 12 проектов межправительственных соглашений, которые, безусловно, продвинут наши связи. На качестве нового уровня. И в ходе недавнего визита в Эр-Рияд председателя Совета Федерации Валентина Матвьенко. Она была принята его величеством королем Саудовской Аравии, который подтвердил свое желание использовать имеющуюся у него приглашение президента Путина посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. – Как я уже сказал, мы очень ценим внимательное отношение властей Саудовской Аравии к российским паломникам. – Сегодня наши партнеры любезно согласились принять дополнительные шаги, чтобы сделать их пребывание и проезд в Саудовскую Аравию и обратно в Россию еще более комфортно. – Отмечу и такой фактор наших отношений, как связи по линии российских регионов, руководители Татарстана, Ингушетии, Чеченской Республики за последние месяцы посетили Саудовскую Аравию и были приняты представителями Саудовского руководства. – Я полностью согласен с тем, что мой коллега и друг сказал в отношении сирийского регулирования и России и Саудовской Аравии. – Они являются приверженцами решений, которые принимались в рамках международной группы поддержки Сирии и решений, принятых в сайте безопасности, включая резолюцию 2254. – В связи с Сурией, я полностью согласен с Саудовской Аравии и Саудовской Аравии. – Сергей Викторович, хотел бы развить сирийский вопрос и спросить у вас, сумели ли на переговорах преодолеть разногласия по Сирии? – И непосредственно то, что касается роль президента Башара Асада в будущей страны, Саудовская Аравия не раз заявляла, что он должен уйти или политическим, или военным путем. – Саудовская Аравия – Спасибо. Также вопрос к Саудовскому министру. Какова роль, которую могла бы сыграть Саудовская Аравия в укреплении режима прекращения боевых действий, учитывая, что оно является шатким на сегодняшний день? Также обсуждалась ли возможность участия Саудовской Аравии в предстоящем раунде переговоров в Астане? Саудовская Аравия. Также мы являемся соавторами резолюции 2254, которая излагает принципы сирийского урегулирования, включая принцип о том, что только сирийский народ будет определять судьбу своей страны. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Безусловно, вопрос о том, как конкретно этот принцип будет претворяться в жизнь, подлежит обсуждению и согласованию между представителями правительства и всем спектром оппозиции, как того и требует резолюция 2254. И эти переговоры удалось с большим трудом завязать при поддержке внешних игроков, включая наши две страны. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Работа, которая требует воздействия со стороны внешних игроков на сирийские стороны, с тем, чтобы побудить их к максимально конструктивной работе, к поискам общего знаменателя, общих подходов к судьбе своей страны. Адель Джубейр подтвердил сегодня поддержку Саудовской Аравии астанинского процесса, который, прежде всего, позволил достичь соглашения о прекращении войны. И сейчас работает над тем, чтобы это прекращение огня соблюдалось и вырабатывает механизмы реагирования на нарушения. Инициатива запустить процесс на площадке Астаны. Значительно, если не в решающей степени, послужила стимулом и для возобновления женевских переговоров. И эти два процесса мы хотим развивать в скоординированном режиме. Инициатива. 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 что он большинство в победе более чем 0,5 миллиона из сурьев и более чем 12 миллионов человек. Мы считаем, что у него есть место в Суре. И это мы не согласны с Сурой. Это мы согласны с Сурой. Что касается участия Саудовской Аравии в Астане, то, как известно, астанинский процесс концентрируется на механизме достижения РПБД и контроле за его соблюдением. Здесь речь идет по большей части о переговорах технического характера между оппозицией и представителями правительства Сирии. И Саудовская Аравия не хотела бы расширять число участников этого процесса, так как это может привести к снижению его эффективности. И участники этого процесса перестанут концентрироваться на важных вещах. Если Саудовская Аравия может сыграть какую-то роль в укреплении этого процесса, разумеется, мы изучим эти возможности. Однако сейчас нам кажется, что астанинский процесс идет в хорошем темпе, в хорошем режиме. Очень важно, чтобы мы двигались в сторону переговоров в женевском формате, чтобы они продолжались на серьезной основе, с тем, чтобы вывести Сирию из текущего кризиса. В этом смысле, так же, что касается того, что сказал господин министр Лавров, действительно, Саудовская Аравия участвовала в создании резолюции 2254, в которой, помимо прочего, говорится о создании переходного управляющего органа со всеми полномочиями. Говорится там о новой конституции, о создании нового будущего Сирии, в которой, как нам кажется, Башару Асаду нет места. Он не может играть никакую роль, потому что он несет огромную ответственность за то, что произошло в Сирии. Я имею в виду гибель около 500 тысяч сирийцев и то, что 12 миллионов сирийцев стали беженцами. Именно из-за этого, как нам кажется, у вас не может быть роли в будущем Сирии. Пожалуйста, телеканал Аля Рабия. Анат Аля Рабия. Мой вопрос к вам министрам.